МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа социально-экономического развития Республики в целом и Гомельского региона в частности направлена на повышение качества жизни населения. Решения этой задачи должны обеспечить инновационный прорыв и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Определяющим фактором является работа по привлечению в регион иностранных инвестиций. Председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник. Экономический потенциал Гомельщины позволяет региону занимать заметное место на инвестиционной карте мира и постоянно расширять международное взаимодействие. Например, за последние три года установлены побратимские связи и налажены социально-экономические отношения с регионами Российской Федерации, Украины, Казахстана, а также Азербайджана, Армении, Сербии, Вьетнама, Грузии, Италии и Китая. Всего на сегодняшний день Гомельская область имеет более 200 договоров и протоколов о сотрудничестве с десятками стран мира. Своего рода платформой для укрепления действующих межрегиональных связей, возможностью установления новых деловых и дружеских контактов является Гомельский экономический форум. Нынешний форум был успешным и перспективным как для его организаторов, так и для всех действующих и потенциальных партнеров. Мероприятие собрало почти 700 человек из 15 стран. Гостям предложили к реализации 155 инвестиционных проектов, а также возможность приобретения 137 объектов недвижимости для организации бизнеса. В ходе пленарного заседания подписано 10 документов, в том числе два договора и 8 протоколов о намерениях. Впервые Гомельский экономический форум проведен в 2004 году, пройдя за это время путь от регионального события до масштабного международного мероприятия. Сейчас форум имеет статус главного делового собрания Юго-Восточного региона Беларуси, в активе которого 78 подписанных инвестиционных документов на сумму почти в 2 миллиарда долларов. В настоящее время более половины из них выполнены или находятся в стадии реализации. Реально вложенные инвестиции уже превысили 965 миллионов долларов. Любая инвестиция, которая приходит на территорию, дает свои плоды. А плоды – это прежде всего рабочие места, это занятость нашего населения, это налоги, это повышение уровня жизни тех людей, которые здесь сегодня живут. И если сегодня оценивать, мы видим, как развивается сегодня Гомельская область. И по выручке, и по ОВП на одного проживающего мы являемся лидерами в Республике Беларусь. Поэтому для того, чтобы не потерять этот статус, не потерять это высокое место, мы должны привлекать и давать возможности любому бизнесу сегодня вкладывать в наш регион. Одна из площадок в Гомельской области для развития бизнеса и привлечения иностранных инвесторов, готовых вкладывать в расширение инновационного производства – свободная экономическая зона «Гомель-Ратон». Здесь созданы особые условия для сотрудничества отечественных предприятий с инвесторами стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Территории СЭС расположены в Гомеле и Гомельском районе, в городах Мозырь, Речица, Светлогорск и Добруш. На данный момент в реестрах регистрации резидентов СЭС «Гомель-Ратон» находится 79 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 48 с участием иностранного капитала. В создание и развитие предприятий вложены инвестиции из 15 стран мира. Выполняя основную задачу свободной экономической зоны, то есть привлечения инвестиций в страну, регистрация экспортоориентированных производств импортозамещающих, нам доводятся показатели областным и спортовым комитетам ежегодно. На этот год у нас тоже доведены показатели. Значит, 105% темпы экспорта предприятий без ведомства и подчиненности и инвестиции на чистой основе 12 миллионов долларов США. Но я скажу, что на сегодня темпы за 5 месяцев 131% у нас, и инвестиции у нас 13,8 уже. На данный момент производство упаковочных материалов и непосредственно самой упаковки является одним из основных направлений деятельности предприятий свободной экономической зоны «Гомель-Ратон». Фактически здесь сформирован своеобразный кластер, где выпускаются как сырье, так и упаковка практически для всех видов товаров, начиная от колпачков для бутылок и пластиковых коробок для тортов и заканчивая картонной упаковкой для крупногабаритных предметов. По словам главы администрации СС «Гомель-Ратон» Антонины Ежовой, в этом направлении можно и дальше продолжать успешно работать. Одноразовая посуда, пленки – такое вот очень хорошее направление, целый кластер создался. И бумага у нас же здесь, и циозно-картонный комбинат, и мультипак, фрешпак, каштан, новофилм. В этом году мы зарегистрировали тоже новую компанию российскую, которая тоже пленку будет одноразовую посуду выпускать. То есть вот такое вот у нас направление создано, и можно дальше продолжать глубокую переработку имеющихся пленок, бумаги, картона. Стоит отметить, что появление новых и расширение существующих производств в свободной экономической зоне – это не только привлечение инвестиций в экономику региона, но и создание новых рабочих мест. С момента создания свободной экономической зоны мы создали в 1998 году, то есть через год нам будет 20 лет, создано более 10 тысяч рабочих мест. А в этом году за 5 месяцев 240 рабочих мест. Ну, надо сказать, что это такие предприятия, Делком-40, которые так бурно развиваются уже там, созданы новые рабочие места. И ВЕЗА тоже создает рабочие места. Гидросила Белар – гидравлическое оборудование, это украинская компания, у них тоже новые рабочие места, созданы уже в этом году. Успешная деятельность предприятий-резидентов свободной экономической зоны подтверждает, что инвестирование средств в СЭС «Гомель-Ратон» высокоэффективно и перспективно. Так, например, есть бизнесмены, которые, получая прибыль, реинвестируют ее и создают новые предприятия. ВЕЗА как расширяется? У него, посмотрите, темпы объемов производства в полтора раза больше, чем в прошлом году. Всем сложно, а им-то не сложно. Значит, хорошую дни сушу заняли. Значит, менеджеры хорошо работают. Ну, и таких можно предприятий много привезти. ЕКБ, посмотрите, темпы какие. Кажется, легкая промышленность, да? Легкая промышленность, иногда предприятия жалуются. Вот, тут китайские товары дешевые. Но почему для ЕКБ нормально конкурируют? И 100% экспорт. ВЕЗА – 100% экспорт. АЛКОПАК – 90% экспорт. Мультипак – тоже 90% экспорт. Ну, ДЛКОП – 100% экспорта уже не приступили к реализации своей продукции. Хотя только зарегистрировались год назад. Ну, то есть, кто хочет работать – работают. Пример успешной работы в качестве резидента СС «Гомельратон» – унитарное производственное предприятие «Веза-Г». Оно является дочерним предприятием, известным на рынке климатического оборудования российской компании «Веза». Завод разрабатывает и поставляет вентиляционное оборудование для гражданского строительства – метрополитена, поликлиник, больниц, школ, спортивных залов, бассейнов, офисных, жилых и торговых зданий. Кроме того, сложное оборудование разрабатывается и производится для промышленных объектов энергетического, нефтегазового и военного сектора. В целом «Живеза» изготавливает свою продукцию еще на пяти производствах, расположенных в городах России и Украины. «Гомельзавод» открылся в 2006 году. Десять лет назад возникла необходимость создать предприятие в Белоруссии. То есть сначала появились продажи, люди, которые занимаются продажами, и обозначили, что есть необходимость, потребность в такой продукции подобной и в Белоруссии. На сегодня у нас уже порядка свыше 250 человек работающих. Перспективы видим, объемы не уменьшаются, растут. Мы уже фактически освоили всю территорию, которую мы сегодня имеем, и в наших планах дальнейшее расширение производства. «Веза-Г» – экспортно-ориентированное предприятие. Практически 90-95% продукции поставляется на российский рынок. Люди, занимающие сбытом в каждом регионе России, из каждой области России, они собирают заказы, а как бы вот эти пять заводов их выполняют. То есть мы как производственная структура существуем. Продукцию не изготавливаем в запас, не в состоянии даже изготовить запас, а именно только под заказ. И за счет сжатых сроков и соответствующего качества широко представлены на рынке. И по некоторым позициям даже на российском рынке «Веза» занимает до 20%. Новая продукция, которую освоила гомельское предприятие «Веза» – тепловые узлы. На предприятии считают, что такое оборудование вполне конкурентоспособно по качеству и цене. В перспективе здесь намерены расширить производство люков дымоудаления. Предприятие «Веза-Г» постоянно развивается. На данный момент его производственные мощности расположены в двух корпусах. Однако уже в ближайшее время здесь планируется возвести еще один. В целом же руководство завода ставит цель вдвое увеличить производство своей продукции. Фактически это будет та же продукция. Цель по позициям – нарастить объемы. То есть до 50% ставлена задача, если мы сейчас 20% у российского рынка, то до 50% по некоторым позициям. И как бы на сегодня, выпуская те же клапанов по 500 штук в день, у нас сейчас объемы заказов идут по 1000. То есть нам фактически нужно удвоить объемы производства. В числе задач предприятия «Веза-Г» – активизировать продажи на внутреннем рынке страны. Тем более, что отечественные потребители уже доверяют не только производимой продукции, но и самому предприятию. В числе его наград победа на республиканском конкурсе «Лучший предприниматель-2011». Наш внутренний рынок, оставшиеся 5%, но мощности на сегодня «Везы» таковы, что при необходимости до 10% закроют всю потребность Белоруссии. То есть ниша еще не представленная везде «Веза», но она в состоянии перекрыть 100% потребность белорусского рынка. Наша продукция специфического назначения, она закладывается в проекты. И то есть наши непосредственные заказчики – те же УКСы, те же строительные организации. Еще одна компания, которая также эффективно развивается, является резидентом СЭС «Гомельратон» – «Стройинвест» и «ЯКБ». Предприятие выпускает детскую верхнюю одежду. Производство с российско-белорусским капиталом, основанное в 2011 году, изготовило первую продукцию в 2013. Является 100% экспортно-ориентированным. Основной рынок сбыта – Российская Федерация. За 5 месяцев текущего года у нас выпуск нашей продукции составил 3 431 000 белорусских рублей. В прошлом году было 2 174 000 белорусских рублей. То есть прослеживается устойчивая тенденция роста выпуска нашей продукции, как в количественном, так и в самовом выражении. И соответствующая выручка составляет у нас. То есть практически продукции на складах у нас не остается. У нас экспорт, например, в этом за 5 месяцев текущего года составил 1 582 000 долларов. Значит, он увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что «Стройинвест ЕКБ» – дочернее предприятие крупнейшего российского производителя карнавальных костюмов «Батик». Поэтому изначально «Стройинвест ЕКБ» специализировался на выпуске карнавальных костюмов. В 2013 году здесь по соглашению с компанией «Дисней» производили костюмы героев зарубежных мультфильмов. Затем гомельское предприятие освоило выпуск детской одежды из трикотажного и джинсового полотна. В частности, сейчас в ассортименте разнообразные модели штанов, юбок, сарафанов и платьев. Разработкой моделей занимаются квалифицированные отечественные специалисты-дизайнеры. На нашем предприятии трудится 270 человек. Списочная численность сотрудников нашего предприятия и средняя зарплата за 5 месяцев текущего года составила 457 рублей. На наше предприятие постоянно осуществляется набор швей, где мы неоднократно, как говорится, участвуем и через фонд занятости. И постоянно предприятие наше расширяется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоит отметить, что в нашем регионе получат свое развитие и новые инвестиционные проекты. Соглашения об их реализации подписаны по итогам нынешнего экономического форума. В частности, на территории Мозырского района с участием белорусской датской компании «Общество с ограниченной ответственностью «Байстил»» планируется создать производство по нанесению полимерного покрытия на металлические поверхности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова